Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Сохранение жизни и здоровье детей и подростков остается в числе приоритетных направлений государственной политики по обеспечению безопасности дорожного движения. Особое внимание к этой теме обусловлено ситуацией с ДТП с участием детей и подростков. Статистика за первые пять месяцев этого года говорит о том, что тема остается актуальной. Поэтому федеральный проект «Безопасность дорожного движения», входящий в структуру национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», предусматривает ряд мероприятий, направленных на снижение аварийности с участием детей и подростков. При этом основной акцент сделан прежде всего на профилактику. Об этом и многом другом сегодня беседует с исполняющим обязанности начальника ОГИБДД Управления МВД России по Самаре подполковником полиции Александром Александровичем Дерявиным. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, вот каникулы начались, а лето в самом разгаре. Как обстоит ситуация с детским травматизмом на дорогах сегодня? Хочется отметить, что за 5 месяцев текущего года на территории города Самара произошло 55 дорожных транспортных происшествий, в которых 60 детей получили телесные повреждения. Если сравнить с прошлым годом, за аналогичный период мы наблюдаем сейчас в настоящее время небольшой рост. По количеству дорожных транспортных происшествий зарегистрированных, по количеству раненых, соответственно, на 5,2 факта. Ситуация, конечно, не критическая, но это все равно уже требует внимания. Хочется отметить, что из 60 пострадавших детей 23 являлись пассажирами. И в 6 случаях они являлись пассажирами в автомобиле виновника. В остальных 37 случаях они у нас были учащены в ДТП в качестве пешеходов. Хочется отметить, что из этих 37 случаев, опять же, в 17 раз в действиях пешеходов детей усматривались нарушения правил дорожного движения. Это говорит о том, что большинство детей, опять же, по статистике, находились в момент ДТП без сопровождения взрослых. Что, опять же, способствовало их выходу на проезжую часть, не убедившись в безопасности приближающих транспортных средств, отсутствия приближающих транспортных средств. Ну и, как вы говорите, о том, что наступили каникулы сейчас, а в летний период дети зачастую предоставлены сами себе. Да, да. Поэтому нахождение на улице, нахождение на проезжей части, вот это все-таки необходимость напоминания детям об этом. Это со стороны родителей в первую очередь. Хочу сказать, что в настоящее время в рамках ограничительных мер сотрудники госинспекции совместно с отделением по делам несовершеннолетних проводят так называемые рейды, обходы по дворовым территориям, где гуляют дети, проводят беседы как с детьми, так и с родителями. До ограничительных мер. Конечно, эта работа была более масштабной. Эти были и собрания детские, и школьные собрания в плане того, что показывались фильмы, так называемые краш-курсы проводились. Это показы фильмов из реальной жизни, вот, с последствием дорожного транспортного происшествия, там, с поломанными судьбами, но которые... Психологическое такое воздействие, да, скорее всего, оказалось. Да, после просмотра которого мысли наводят задуматься о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Но в настоящее время эта работа немножко ослабла, ввиду известных всем обстоятельств, но, тем не менее, работа отделения пропаганды, СМИ, она продолжается. Это все у нас в рамках социальной рекламы, все эти моменты обсуждаются. Эта информация у нас постоянно в СМИ, билборды и так далее, и так далее. Ну, можно сказать, что постоянно на слуху. Александр Александрович, вы сказали о том, что с участием детей в ДТП, это пешеходы и дети, которые находились в машинах. Ну, вы знаете, бытует такое мнение, что пешеход всегда прав. И лично я, как водитель, когда я вижу, что идет пешеход, я, конечно, всегда стараюсь остановиться, а когда я пешеход, постараюсь скорее перейти дорогу. Вот пешеходы, скажите, пожалуйста, какие нарушения дети допускают на дорогах чаще всего, когда они пешеходы? Ну, нарушения, они идентичны, что детские, что взрослые. По сути, это переход дороги в неустановленном месте, переход проезжей части на красный сигнал стафора. Если это касается управления самокатом либо велосипедом, это, опять же, пересечение нерегулированных пешеходных переходов, не спешившись с самоката либо с велосипеда. Если речь идет о дорожных транспортных происшествиях во дворах, зачастую причиной является выход ребенка из стоящего транспортного средства, каких-то либо объектов неподвижных, дерево, гараж и так далее. Учитывая рост ребенка, не всегда его можно заметить, водитель, и вовремя среагировать. Поэтому говорить о том, что всегда пешеход прав, ну, наверное, все-таки это преждевременно, потому что при выходе на проезжую часть пешеход должен убедиться в отсутствии приближающих транспортных средств. Это вы сейчас говорите о том, где нет светофора, да? Это я говорю о том, даже если есть пешеходный переход. Если и пешеходного перехода нет, допускается переходить по краю проезжей части, если в зоне видимости нет пешеходного перехода, но, опять же, все выходы на проезжую часть у нас должны быть оценены. Расстояние, погодные условия, скорость движения транспортных средств. Потому что вот это бытующее мнение, что пешеход всегда прав, но не совсем, наверное, верное утверждение. Опять же, мы сейчас не говорим о наушниках, о капюшонах. Их нужно всегда снимать, когда ты переходишь дорогу, правильно? Да, именно так, потому что эти все моменты, которые вы озвучили, они создают какие-то отвлечения, и пешеход, переходящий проезжую часть, забывается о том, что нужно посмотреть вправо, посмотреть влево. Что же касается, опять же, детей, если говорить, что нарушение ПДД детьми, все-таки это, наверное, больше вина родителей, которые вовремя не научили, не подсказали, если ребенок пассажир, не пристегнули его, не им казались собственным примером, как надо действовать. Ну, не секрет, все передвигаются по городу, все видят. Я сам как автолюбитель, там, приезжаю мимо парков, мимо места притяжения граждан, вот, я вижу, что... Ну, целая семья, мама, папа, ребенок, дружно переезжают через пешеходный переход на велосипедах. Опять же, дружно переходят через проезжую часть, где-то в неустановленном месте, даже наличие разделительного газона либо каких-то ограждений на середине проезжей части не смущает это. А это же все закладывается ребенку в детстве. Лично, например, родители, он всегда показателен, правильно? Именно так, именно так, да. Сейчас прервемся на небольшое видео, посмотрим социальную рекламу ролик о пешеходах. Ну, вот, мне от себя хочется сказать о том, что дети всегда, вот, на велосипедах, самокатах, я с вами абсолютно соглашусь, на скейтбордах появляются всегда, вот, внезапно и в тех местах, где их точно не ожидаешь. Посмотрим, как правильно переходить дорогу. Пишите. Вы спешите на работу или учебу? Что заставляет вас переходить дорогу на красный свет? Помните, на скорости 80 км в час автомобиль преодолевает 30 метров в секунду. Отвлекся на 3 секунды и пролетел 100 метров в слепую. Ежегодно в России избивают 50 тысяч пешеходов. 5 тысяч из них погибают. Трагедию можно предотвратить. Пешеход, будь внимательен. Дорога не прощает ошибок. Ты тоже спешишь? Продолжаем наш разговор. Следующей темой хотелось бы коснуться ремней безопасности. Александр Александрович, скажите, пожалуйста, вот водители пренебрегают ремнями безопасности, либо сейчас, наоборот, становятся более дисциплинированными, пристегиваются? И вот следующим вопросом будет, как правильно привозить ребенка в машине. Все-таки скажите, обязательно ли сегодня, сейчас пристегиваться? Ну, вопрос применения ремней безопасности, он как был актуальным, так и остается актуальным. Можно сказать, конечно, что водители стали более дисциплинированными, нет такого вала данного нарушения, как прежде. Вы имеете в виду, который выражается в штрафах, да? За непристегнутый ремень. Да, 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 я именно говорю по статистике выявленных правонарушений, пресеченных правонарушений. Но, опять же, я не говорю, что все стали пристегиваться или все дружины не стали пристегиваться. Есть и такие, и иные факты. Но если судить по тяжести последствий от дорожного транспорта происшествия, которые у нас случаются на дорогах в город Самары, то, можно сказать, однозначно, четко и твердо, что пристегнутый ремень безопасности, он спасает жизни, он спасает здоровье. Есть конкретные примеры, когда при столкновении два передних участия дорожного движения, водители и пассажир, пристегнутые и не пристегнутые ремнями безопасности, соответственно, получили различные тяжести здоровья. Различные телесные повреждения, иногда несовместимые с жизнью. Что касается необходимости перевозки детей в детских удерживающих устройствах, то детей младше 7 лет необходимо в легковом автомобиле перевозить в детском удерживающем устройстве. В кресле, да? Ну, так называемое кресло, да, которое должно соответствовать росту ребенка, весу ребенку. Опять же, установка этого сидения должна быть строго в соответствии с руководством по эксплуатации данного системы, данного устройства. Что касается детей от 7 до 11 лет, тут уже есть выборы, небольшие послабления в плане того, что на заднем сидении автомобиля детей от 7 до 11 лет можно пристегивать ремнями безопасности. Бустер, я прошу прощения, обязательно при этом использовать бустер для данной возрастной категории? Рекомендуется использовать бустер в плане того, что зачастую у нас бустер помогает посадить ременок немножко повыше, чтобы ремни безопасно проходили, не по шее, а по грудной клетке. Что же касается переднего сидения, то детей от 7 до 11 лет на переднем сидении в пассажирском обязательно только в детском удерживающем устройстве. Александр Александрович, я часто вижу, когда являюсь также участником дорожного движения, что некоторые водители перевозят маленьких совершенно детей, ну там от 1 до 3 лет в кресле, но на переднем сидении. Нарушение это или нет? Нарушением это не является, но опять же надо не забывать о том, что у нас много транспортных средств сейчас оборудованы подушками безопасности. Вот, и соответственно вот эта подушка безопасности, находящаяся в панели транспортных средств на момент движения, на момент перевозки ребенка должна быть отключена, потому что... Мало ли что, она может нанести травму. Да, да, повреждения могут быть гораздо серьезней, вот, от того, что она будет включена, и детское кресло, Юлька, вот, она не спасет этого от этого. Поговорили мы с вами о ремнях безопасности. Вы знаете, согласитесь вы со мной или нет, прочитала на одном сайте, что при скорости до 65 км в час ремень безопасности реально спасает жизнь. Да, это... Да, это так. Да, это действительно именно так. Есть видео, предлагаю вы посмотреть. Каждый год около миллиона человек в мире погибают в результате ДТП. 40 тысяч получают травмы. 8 из 10 остались бы живы, если бы пристегнулись. Знайте, столкновение на скорости 50 км в час по силе удара равно падению с пятого этажа. Чтобы дорога была длиною в жизнь, пристегни лимень, даже если ехать 5 минут. Этот щелчок сохранит вашу жизнь. Пристегнись для себя, а не для инспектора. Александр Александрович, вот летом на улице города, я так думаю, что и вам в том числе тоже, приходится наблюдать жителей города на электросамокатах. Я хочу для себя, вернее, уже даже отметила, что быстрая достаточно техника, и проезжают они прямо вот по пешеходному переходу в том числе. Скажите, пожалуйста, это ли нарушение? И в первую очередь, где им разрешено ездить? Ну, хочется немножко напомнить, что такое у нас, кто такой у нас пешеход. Пешеход – это у нас лицо, находящее вне транспортного средства, либо на пешеходной дорожке, либо на велопешеходной дорожке, и не производящее на ней работу. К пешеходному у нас относятся лица, ведущие велосипед, коляску, а также использующие для движения различные средства передвижения, как ролики, самокаты, моноколесо и так далее. Соответственно, все вот эти у нас перечисленные транспортные средства относятся к пешеходам. То есть лица, управляющие этими транспортными средствами, относятся к пешеходам. И, соответственно, на них действуют правила, четвертая глава правил дорожного движения, которая гласит нам об обязанностях пешеходов. А в соответствии с пунктом 4.3 правила дорожного движения у нас пересекать проезжую часть пешеходы должны, то есть переходить проезжую часть по пешеходным переходам. Обращаю внимание именно на слово переходить. Не переезжать, не пересекать. Да, именно переходить. Соответственно, пересечение проезжей части, нахождение на проезжей части при наличии тротуара, при наличии велопешеходной дорожки, необходимо участников дорожного движения, управляющих той категории транспортных транспортных средств, о которой мы говорили, именно должны не должны находиться на дороге, а именно должны ехать по тротуару, пешеходным дорожкам и так далее. То есть они ездят пешеходами. Да, в таком случае озвучите, пожалуйста, прокомментируйте состояние аварийности на территории города именно вот с участием велосипедистов. В текущем году на территории города Самары произошло 15 дорожных транспортных происшествий, участием которых стали велосипедисты. В 14 случаях велосипедисты получили у нас телесные повреждения, а один случай летальный не так давно был на улице Новосадово, вблизи загородного парка, вот, закончился смертельно для велосипедиста. Вот. Сейчас я вот говорю о нарушениях правил дорожного движения, лиц, направляющих самокатами, они аналогичны и схожи с велосипедистами. Вот в данном конкретном случае была ситуация, когда именно пешеходный переход велосипедист пересекал, не спешившись, двигаясь, и по показаниям очевидцев на довольно-таки приличную скорость он двигался. Данное происшествие сейчас занимает следствие, будет, конечно, принято процессуальное решение, но тем не менее, факт ставится фактом, что одной из причин дорожного транспортного происшествия явилось то, что велосипедист не спешился перед пешеходным переходом. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот в каких случаях возможно движение автомобилистов в проезжей части обочине тротуару? Какие требования предъявляются в первую очередь велосипедистам? У нас есть градация велосипедисты старше 14 лет и велосипедисты до 14 лет. Если велосипедисты старше 14 лет, то они должны двигаться по велосипедной и по велопешеходной дорожке. Ввиду отсутствия велопешеходной или велосипедной дорожки допускается движение по правому краю проезжей части. Если же нет возможности двигаться ни по велопешеходной дорожке, ни по велосипедной, ни по краю проезжей части, то допускается движение по обочине. Есть момент, когда велосипедист старше 14 лет сопровождает ребенка, то в данном случае допускается движение Движение велосипедистов по тротуару. Что же касается велосипедистов до 14 лет, категории детей, то ни о каком движении по проезжей части, ни о какой возможности движения по проезжей части тут речи не идет. Для них это только, опять же, тротуар, пешеходные дорожки. На дорогу им категорически не рекомендуется. Я хочу от тебя добавить, что у нас сейчас в городе, практически в каждом парке есть специально построенные для удобства велосипедистов велодорожки. У нас в городе их очень много. Пожалуйста, берегите себя и свое здоровье. Катайтесь по специально построенным для вас, отведенным местам. Это же не так сложно, верно? Ну, хочется добавить, что у нас пешеходные, велосипедные дорожки имеются не только в парках, не только на набережной, не только в данных местах. Они у нас есть по улице Московской шоссе. По всему московскому шоссе, конечно. Да, дублера, дублера. На улице Новосадовой. Может, просто кто-то не знает, но и не пользуется ими. А велосипедные дорожки на данной дороге, они реально пустуют, потому что все двигаются по тротуарам, либо по краю проезжей части. Ну, и все пользуются интернетом, современными способами связи. В навигатор построить маршрут, веломаршрут от точки А до точки Б. С удовольствием, мне кажется, навигатор это сделает, и без проблем можно ездить и получать только удовольствие, а не травмы. Следующая не менее актуальная тема – это вождение водителей в нетрезвом состоянии. Скажите, пожалуйста, возросло ли количество ДТП с участием нетрезвых водителей? В текущем году с участием нетрезвых водителей произошло 24 дорожных транспортных происшествий, в которых пятеро участников погибли, и порядка 30 получили ранения различной степени терроризации. Если проводить аналоги с прошлым годом, то наблюдается рост по всем трем показателям аварийности. Не хочется говорить, что, опять же, это критично максимально сейчас, но, опять же, цифры говорят за себя, что рост наблюдается. И, опять же, этот рост у нас произошел буквально с марта по май месяц. Статистика не только Самары, но и российская говорит о том, что аналогичная ситуация по всей России. В настоящее время, если говорить о цифрах, опять же, то сотрудник госинспекции выявлено 190 нарушений права дорожного движения водителями в нетрезвом состоянии управления, статья 12.8. Лиц, отказавшихся от прохождения медицинского свидетельствия, выявлено 505. И в 69 случаях возбуждены уголовные дела по статье 264.1 за повторное управление водителем транспорта в нетрезвом состоянии. С целью профилактики данного вида нарушения, с целью пресечения данного вида нарушения, в госинспекции города Самары регулярно проводятся профилактические мероприятия, проводятся рейды мероприятия, так называемые контроль трезвости по пресечению, появлению данной категории водителей. В настоящее время проведено порядка 16 подобных мероприятий, но учитывая складывающую обстановку, учитывая рост числа водителей, управляющих надрезвом состоянии, количество рейдов сейчас, например, в июне увеличивается, потому что рейд мероприятий уже проходит не один, а до двух, до трех раз в неделю. Зачастую вся информация... По всем районам города, да? Да, именно так, да. Вся информация о предстоящих рейдах, она выкладывается в СМИ, о результатах рейда тоже выкладывается в СМИ. То есть население... Это незакрытая информация, и можно на сайте ознакомиться. Это, да, незакрытая информация, население информируется с целью недопущения данного вида правонарушений. Опять же, на радио, на телевидении, на билбордах мы часто видим вот эту социальную рекламу, которая говорит о недопустимости управления транспортными средствами в недоступном состоянии. Есть она и у нас, Александр Александрович. Давайте посмотрим. Давайте. Мы все хотим быть оптимистами. И хотим, чтобы во всех сводках ДТП было одно единственное число – ноль. Ноль аварий, ноль пострадавших, ноль погибших детей. Если у нас эти желания совпадают, почему каждый день в России из-за вождения в нетрезвом состоянии погибает более 50 человек? Инвалидами становятся более 20 человек за сутки. Выпил? Не садись за руль. Александр Александрович, я думаю, что не будет лишним напомнить вам сейчас, нашим уважаемым телезрителям, какая административная ответственность за состояние алкогольного пьянения за рулем? Административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии пьяни предусмотрена статьей 12.8 и предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. Аналогичные санкции предусмотрены за отказ водителя от прохождения медицинского свидетельствования. То есть оно приравнено к состоянию уже подтвержденному? Да, именно так. По аналогии, санкции предусматривают аналогичное наказание. Но опять же я еще напомню, что у нас есть уголовная ответственность за управление транспортным средством в интернерном состоянии. Это в случае, если водитель повторно нарушает данное административное правонарушение, при повторном случае его действие уже квалифицируется как преступное деяние. И здесь уже санкция гораздо серьезнее. Я не скажу, что административная ответственность несерьезная, но уголовная ответственность по статье 264.1 предусматривает и штраф от 200 до 300 тысяч рублей, и также лишение права управления заниматься определенными действиями до трех лет. А в ряде случаев возможно еще и лишение свободы до двух лет. Хорошо. Спасибо за эти данные. И еще один вопрос, который я хочу вам задать по рейдам по тонировке. Проводятся ли они сейчас, будут ли проводиться регулярно? И скажите, пожалуйста, какие показатели можете озвучить? Рейды по тонировке становятся актуальным при наступлении теплого времени суток, и при наступлении летнего периода количество транспортных средств, на стекла которых нанесено пленочное покрытие, в разы увеличивается. Ежедневно в городе Самара в среднем порядка 50 административных материалов составляется в данной категории водителей. Ну, соответственно, за пять месяцев это порядка 6 тысяч административных материалов. Сама процедура представляет из себя то, что в отношении водителя, пленочное покрытие, которое на передних стеклах светопропускаем, не соответствует административный регламент таможенного союза, светопропускаемость которых меньше 70%, либо ветрового стекла светопропускаемость меньше 70%, образует состав административного правонарушения, предусматривает статью 12.5, часть 3, прим. 1. Данная статья предусматривает административный штраф в размере 500 рублей, и водителю также предлагается устранить пленочное покрытие на месте. В случае отказа водителя устранить причину правонарушения на месте, ему выдается письменное требование о необходимости в течение суток устранить это нарушение. По истечении вот этого суточного срока, при повторном, опять же, фиксации административного правонарушения в отношении водителя, помимо статьи 12.5, части 3, прим. 1, составляющего протокола по статье 19.3. Это неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, который у нас предусматривает арест до 15 суток. Весь этот комплекс мер, он нацелен, опять же, на то, чтобы снизить количество тонированного транспорта в машине в городе Самара, потому что тонировка у нас является одним из сопутствующих факторов дорожного транспортного происшествия, особенно в темное время суток. Не могу с вами не согласиться. И последний вопрос, коротко, ответьте, пожалуйста. Как сейчас сотрудники ГИБДД должны общаться с водителями? Маски, перчатки, социальная дистанция? Ну, в рамках ограничительных мер сотрудники полиции несут службу в средствах индивидуальной защиты. Это маски, это перчатки, вы видите себя на дорогах. И общение с гражданами, с водителем происходит именно путем дистанцирования, рекомендовавшего дистанцирования. Таким же образом осуществляется у нас и прием в подразделениях госинспекции. Опять же, прием сокращен до минимума. Если говорить, например, о РЭО, то все оказания государственных услуг проходят только посредством записи на электронном портале, дабы не создавать какие-то очереди и скопления граждан. Спасибо вам большое. Благодарю за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо за интересное интервью. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Берегите себя, будьте осторожны на дороге. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!